Виталий Демарский, журналист. Виталий, я вас приветствую. Добрый день. Я вас, правда, не вижу, но слышу. Значит, вы есть. Я есть, и вы есть. Виталий, вот, возможно, вы видели уже, заседание состоялось в Мосгорсуде по рассмотрению апелляционной жалобы на арест Дарьи Треповой, которая якобы заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молятся о здоровье потерпевших. Ну, и Горсу доставил в СИЗО Дарью Трепову. Вы видели, да, это? Еще, честно скажу, подробностей не видел, видел только такую общую информацию. Ну, вот, кстати, безумно сожалеет о произошедшем. Разумеется, тут можно предположить, что с ней поработали ответственные работники, да? Слушайте, она для меня вообще загадка. Кто она, что она, откуда она, чье задание выполняла. Я не могу, у меня нет уверенности в том, что это все так, как нам преподносится. Виталий, но при этом, вы знаете, с самого начала этой эпопеи было замечено, что, разумеется, жить сейчас и быть таким вот или военкором, или представителем российской пропаганды, там, Ольгой Сокобеевой, допустим, условной, быть Маргаритой Симоньяной или Кроссовским, как его зовут, Анатолий Кроссовский, да, его зовут, этот вот, наверное, самый Крас, или, Анатолий Кроссовский, да, тот самый, который призывал, да, призывал к утоплению украинских детей и так далее. То есть, вот даже вот сама такая вот мутность этой истории, разумеется, не дает им спокойно спать. Кому? Этим самым, этим самым, так называемым журналистом и всем, и пропагандистом российским. Слушайте, вы думаете, они плохо спят? Вы думаете, вы думаете, они хорошо спят? Я думаю, что они хорошо спят. Все-таки так. Нет, слушайте, ну, может кто-то плохо, нет, знаете, нельзя всех под одну гребенку. Ну, конечно, люди разные, с разным объемом совести, я бы сказал, так, да? С разным объемом совести, с разным объемом кошелька, что тоже немаловажно в этой истории. Так что, наверное, по-разному они к этому относятся, может быть, с большей жестокостью, с меньшей жестокостью, но при этом, я думаю, что спят хорошо. Ну, вот еще одна новость о том, что в неком Азамате Улдарове из проекта «ГУЛАГУ» нет. И вот есть новое от него свидетельство, он, собственно, входил в группу ЧВК «Вагнера». Улдаров опознал одного из садистов-командиров ЧВК «Вагнера» с позывным «Айсмен». Им оказался некто Китаев, ранее был позывной «Китаец» Владимир Михайлович, 1984 года рождения, известный ранее по расследованию в связи с убийством «Сирица», которому Китаев и другие сообщники из ЧВК «Вагнера» отрезали голову и руки и сожгли тело под видеозапись. Ранее Улдаров дал показания о том, что именно «Айсмен» отдавал приказы его подразделения убивать безоружных украинцев и россиян, отказавшихся воевать. Виталий, а как вы вообще видите целую череду таких заявлений, разумеется, громогласное обезглавливание и украинского пленного и так далее? Что это такая за политика? То есть, какую цель может преследовать «Вагнер»? Насколько она может быть санкционирована высшим руководством Москвы? Переход вот таким брутальным средневековым методом? Я думаю, что это... Я не думаю, что это санкционировано высшими эшелонами власти. Это санкционирована деятельность Пригожина и его вот этой банды под названием ЧВК «Вагнер». Это санкционировано. Если санкционировано и не могло бы не быть санкционированным, то, конечно, приглашение, хоть приличное слово здесь не очень хорошо звучит, приглашение тех, кто сидит в тюрьмах и в лагерях, призвать их в армию воевать. Потому что там нужны были какие-то формальные решения на государственном уровне. Что там, помилование или я не знаю, как они там оформили, прекращение отбывания срока и так далее. А практики типа кувалды и отрезания голов, это как бы входит уже, я так понимаю, входит в меню. Да, это входит в меню этого подразделения. Я все пытаюсь какие-то слова найти, какие-то более-менее приличные слова, они не очень подходят. Это их методы. И, конечно, все это знают, но это не значит, что там специально принималось решение. Вам можно это, а вам это нельзя. Вам можно то, что вам разрешили там воевать. Ну и воюйте, как вы обычно воюете. Убийство врагами у нас теперь не убийство. То есть получается сейчас вот новая информация о том, что этот человек, который отдал эту информацию, вот его при входе в следственный отдел поджидали, оказывается, четыре бойца ЧВК Вагна, которые в присутствии с сотрудником ВДН нанесли удары, сорвали с него жетон его номерной и обещали убить этого самого Ударова за его показания против Евгения Пригожина. Вот, собственно, это говорит о том, что действительно, ну, Пригожин сохраняет очень серьезные свои позиции. Вопрос, разумеется, что делать с этой массой уголовников, которые прошли через жернова и остались живы после этой мясорубки в Украине, что это может означать вообще для российского государства, для российского общества? Такая масса ожесточенных и обученных еще большей жестокости на войне уголовников. Вы меня правильно, конечно, спрашиваете про Россию, но я должен со скорбью констатировать, что война вообще порождает очень тяжелое явление, поскольку люди получают в руки оружие. Это было, кстати говоря, это в России уже, это было уже в России, кстати, в афганской войне, и мы знаем, что такое афганцы, так называемые, то есть ветераны афганской войны. Мы знаем, мы знаем, кстати говоря, схожее, может быть, такое, может быть, мы об этом меньше знаем, но схожее явление, и американцы рассказывают, были в Америке после вьетнамской войны. Это неизбежное и очень неприятное следствие войны, появление огромного числа людей. которые теперь уже умеют обращаться с оружием, а многие имеют оружие. И это другая головная боль, еще одна головная боль власти, что с ними делать? Или куда эту агрессию, подкрепленную автоматом или чем, куда ее направить потом, чтобы эта агрессия не обрушилась на саму власть? Тут же еще, Виталий, вы правильно сказали в целом по поводу войны, даже если сторона, которая, чье дело правое, как в этом случае мы все согласны, Украина, это тоже не нейтрализует этих проблем. Я не рискнул это сказать, потому что я считаю, что я не имею права... Да, 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 но это понятно, это общепонятные... Но тут есть принципиальное... Я думаю, что у Украины будут те же проблемы тоже. Но смотрите, в Украине нет того количества даже близко уголовников, которых, собственно, помиловали и возвели в ранг национальных героев, которые возвращаются ожесточенные, оправданные, помилованные в ранге героев, обратно, и которые, по сути, оказались безнаказанными, да, то есть они не понесли полного наказания за свои предыдущие убийства до их убийств в Украине. Но еще раз, увы, но многие люди, не уголовники, идущие на войну, там приобретают качества, которые потом из них могут сделать все, что угодно. Увы. Конечно, уголовники более опасный контингент людей, и, так сказать, который уже готов для любых агрессивных действий. Виталий, а вот на празднование Дня Победы хотел с вами обсудить эту тему. Уже сейчас известно, что приедет единственный иностранный лидер. Я не знаю, знаете ли или нет, и можете ли вы догадаться, кто это. Но это президент... А? Лукашенко. Нет, не угадали. Наверное, самый очевидный. И не Си Цзиньпинь, и даже не таджикский Рахмонов, а это президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Об этом сообщают в ведомости, ссылаясь на дипломатический источник, информацию собеседника близкого к Кремлю. Мы знаем, что в Москве решили не отказываться от проведения парада 9 мая, хотя в некоторых городах Российской Федерации мероприятие отменили из-за некой угрозы. Вот это интересно. Ну и, разумеется, традиционное шествие «Бессмертный полк» по всей Российской Федерации все же отменили. А вот оправдан я вчитывать в это такую дипломатическую изоляцию, хоть на уровне даже такого, казалось бы, ранее неоспоримого празднества. Вот 9 мая самый сакральный праздник вообще в российском каноне, и президент трехмиллионного Кыргызстана. Безусловно, сакральный праздник. И, безусловно, из праздника, из праздника такого эмоционального, что ли, он, ну не только при Путине, конечно, при Путине окончательно приобрел черты, приобрел характер политического мероприятия. Это политическое мероприятие, демонстрация военной силы, не миролюбия, а военной силы. Если в Советском Союзе, если я не ошибаюсь, видите, уже как мы быстро все забываем. Там, по-моему, были военные парады раз в пять лет, что ли, если я не ошибаюсь во время. Ну, я помню, что там тоже стояли военные атташе, и фотографировались, и очень любило советское телевидение показывать, как они фотографируют эти здоровые ракеты, непонятно, они реальные. Или муляжные, да. Ну, неважно, все фотографировались, считая, что это новое или не новое, что это оружие, значит, которым обладает Советский Союз. Вот. Там тоже, безусловно, присутствовала эта сторона, но она, тем не менее, параллельно все-таки Советский Союз неустанно боролся за мир. Да. Правда, такая борьба как-то была анекдотой, да? Ну, не анекдот, а такая шутка, что будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот. Ну, боролись за мир, может быть, действительно, со всей мощью, значит, нашего государства. Вот. Сейчас это такое чисто политическое мероприятие. Каждый год подсчитывают, а уж когда-то пятилетки, если я имею в виду какие-то юбилейные даты, подсчитывают, кто приехал, зачем приехал. И это как бы наличие иностранных гостей и их состав, этих иностранных гостей, это как бы свидетельство внешнеполитического статуса российского государства, да? Ну, вот какой есть, до чего дожили, так и есть, вот только Киргизия и приехала. Многие, я знаю, у себя бывшие советские республики отказались. Сегодня я читал информацию, что Казахстан отказался от Парада Победы. Белоруссия, я думаю, не знаю, что они там придумают, но Лукашенко в нем будет у себя, чего ему ехать в Москву, ему нужно со своими быть. Ну вот, ну вот Киргиз приедет, значит, у него, видимо, этого не будет в Киргизии. А для него это возможность тоже продемонстрировать некую лояльность Москве. Ну, кто-то... Слушайте, я помню, мы не первый раз же Россия в таком... Ну, первый раз в такой изоляции, но уже в частичной изоляции она уже была. И я помню, как единственный, по-моему, человек, который приезжал, это бывший, как его фамилия, такой, президент Молдавии. Дадон. Дадон, да, да. Но он потерял свой пост и потерял возможность приезжать на 9 мая в Москву. Виталий, я просто добавлю, что нашим зрителям напомню, что Латвия недавно буквально официально уже законодательно запретила праздновать 9 мая. Вот такая новость. А, собственно, вот к разговору о бессмертном полке целая масса вот интерпретаций, почему вот это святое действо, Александр Невзоров вообще назвал эти шествия ходячими кладбищами, но оно так и выглядит, собственно, да, каждый имеет эту фотографию там в руках. Вот бессмертный полк-то почему отменили на всей территории России? Александр Глебович у нас мастер, конечно, слова. Это да. Да. Почему отменили? Я думаю, что там много соображений. Во-первых, кого люди... Значит, люди могут взять фотографии погибших уже на этой войне, и с ними пойти, да. Если и это, поскольку никто ничего не знает, он даст какое-то представление, может дать какое-то представление о масштабах жертв. О этой войне, да. Это первое. Ну и там, ну, я думаю, что много всякого рода такого психологически-политических соображений, которые вообще... Вообще власть в этих условиях боится скопления людей. Любое скопление людей чревато. Видите, они даже до сих пор, насколько уже у нас, уже заканчивается чемпионат России по футболу, и до сих пор никак не могут решить проблему с этим фан-айди, не пускают людей на стадионы, да, этих фанатов, болельщиков, которые не ходят, они требуют отмены, там какие-то разные компромиссные варианты предлагают, но никто на них не соглашается, власть на них не соглашается, власть стоит на своем, потому что она боится большого скопления людей, непонятно кого. С этим фан-айди, хотя бы этот человек зарегистрировался, я знаю, что Ваня Иванов, здесь сидит Ваня Иванов, а здесь сидит Петя Петров, а здесь там сидит еще кто-то, да, и потом с ними легче разобраться, есть ли вдруг что. А если вот такая огромная масса людей в представлении властей придет неуправляемая, мало ли чего они могут выбросить, а акция, такого рода акция, уличная акция, я имею в виду бессмертный полк, уличная акция с без всякого фан-айди, да, то есть ты нигде не регистрируешься, ты просто идешь, конечно, это опасно, конечно, я думаю, что это просто такой страх перед большим скоплением людей. Ну, Виталий, наверное, можно предположить, что это связано с тем, что Путин вообще сейчас в своем параноидальном ментальном бункере, ментальном, может быть, физическом бункере, а какое-то другое, он вообще боится любых массовых мероприятий? Ну, наверное, конечно, конечно. Ну, он еще там, еще по каким причинам боится, да, он лично, как я понимаю, боится или за него боятся, там, его окружение, за него боится еще по соображениям здоровья, безопасности, да. Мы же видим эти длинные столы, двухнедельные, двухнедельные, значит, пребывания людей, которые с ним встречаются, значит, в каких-то там этих самых закрытых помещениях, ну, в общем... Виталий, следующий вопрос я хотел вас спросить как журналиста, учитывая, что вот только что, буквально сегодня, пару часов назад, глава Мина России Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН, где Россия сейчас главенствует. Разумеется, абсурдный факт, но это вот так заведено, как бы ротационное место, и вот Лаврову не могли, как бы не хотели отказать в визе, и тем не менее отказали в визе целой группе журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова, и вот Мария Захарова уже откомментировала это в очень грубой такой форме, собственно, ну и Лавров сказал, не забудем, не простим, отомстим в таком духе. А вот вы как журналист, как на это смотрите? Оправдано ли решение американских властей не пускать так называемых журналистов России в Нью-Йорк на заседание ООН? Так называемые или нет так называемые, я не знаю. Я не знаю, кто сейчас составляет журналистский пул Лаврова. Я просто знаю, я когда-то был в пуле Мидовском и работал и с Лавровым, кстати говоря, и с Ивановым Игорем Сергеевичем, который был предшественник Лаврова на этом посту, я помню это полно, почему? Ездили журналисты все-таки. Кто сейчас ездит, я не знаю. Я не думаю, что там подразделение, там, не знаю, подразделение внешней разведки, но не думаю. Но тем не менее, какие-то пропагандисты, не знаю, не берут судить. Что касается, правильное или нет, американское решение, слушайте, не все решения хорошие, они одновременно и хорошие и плохие. Вы понимаете? Я так думаю, что это американское решение, оно же тоже не само по себе родилось, это ответ на Гершковича. Да, 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 да. Вот я к этому подводил. Это, напомню, журналист газеты Wall Street Journal, в защиту которого выступили 300 бывших журналистов, которые работали в России в свое время. Ну, вот такое новое пополнение в обменном фонде Кремля. Ну, это предположение, мы не знаем. Нет, так или иначе, это очень ценная добыча и, разумеется, пойти... Знаете, то есть, Виталий, вы же, наверное, у вас память, ну, вы куда более долгая карьера профессиональная, чем у меня. Как бы вы в те годы, я мог читать об этом только в газетах, во многом эта информация была цензурирована, но вот после ареста вот Эвана Герковича, собственно, американские СМИ, вот New York Times, заметил, что это абсолютно беспрецедентный шаг, что что-то подобное было вот в первые годы перестройки или в 86-м году, просто, ну, на фоне этого всего бреда, ужаса, абсурда войны России в Украине, против Украины, это как-то затерялось, да, но во многом это беспрецедентно, насколько я понимаю, вот поправьте меня, если я не прав, вот это... Да, аресты американского журналиста, вот, с потенциальным, вот, расчетом на обмен. Я не знаю там, как у меня с памятью, вроде бы так пока еще ничего, но я не помню прецедента такого. Наверное, что-то было еще там в годы холодной войны, там и Запад, ну, Запад, я имею в виду, разные страны, там и Англия, и они высылали многих советских журналистов, но это тех советских журналистов, которые там работали под прикрытием журналистским, да, и на самом деле являлись там, не знаю, разведчиками, шпионами и так далее. Вот, это было, чтобы было... Американскому сейчас вот так не вспомнил, честно вам скажу, по поводу журналистов, но это в любом случае, конечно, это вызывающий шаг, был со стороны России, и дело же даже... Значит, я не очень верю, я просто разговаривал с политологами, в том числе американскими. Гершкович известный журналист, там очень трудно предположить, что у него была еще одна функция, да, что, ну, что там под прикрытием журналистским, там был каким-то там разведчиком, что-то, и закладывал какие-нибудь там дупло, какие-нибудь там, я не знаю, чего там, закладывали. Знаешь, помню, когда-то там ход шпиона поймали, я помню, в Москве, были очень смешные, там показывали, как он там в дупло что-то клал в какой-то, ну, так, Да-да-да, я помню эту историю. На уровне там детектива 30-х, 40-х годов, 50-х годов такой там, еще только вот на этих самых, на коровьих копытах там никто границу только что не переходил, да, ну вот, было смешно. Я не знаю, ну хорошо, его арестовали, если он как бы в обменный фонд попал, ну, они взяли такую крупную рыбу, наверное, можно, можно хорошо обменять. Да, и скорее всего, так и будет сделано. Собственно, вот сразу после этого ареста один из колумнистов New York Times, если не ошибаюсь, это был Томас Фридман, написал, что пострадает этого ареста в первую очередь Россия, потому что это зачистив свое поле фактически от внутренней, от журналистов, исследователей и так далее, они отрезали себя вообще от правдивой информации и в том числе состояния своих же войск и так далее. А вот Гершкович это и был тот как раз журналист, из информации которого в первую очередь Кремль и военно-политическое руководство России черпало для себя объективную информацию и таким образом они обрезали себе вот этот, по крайней мере, я вот цитирую New York Times, как они это... И он не был таким журналистом-радикалом, знаете, там, он вполне был вменяемый и по возможности, насколько вообще мы все журналисты можем быть объективными, но стараемся во всяком случае. Многие стараются, не все стараются. Вот. То он был достаточно объективен, да, насколько это было возможно. Да, вы правы, собственно говоря, но я вам хочу сказать, что разгромив и внутри страны все СМИ, они тоже лишили себя лишили себя обратной связи, да, в том числе с обществом, со своим же. Потому что, знаете, я в связи с этим вспомнил, я работал на Эхо Москвы, на радиостанции, я помню в свое время в разговорах с представителями власти все всегда интересовались, а почему не закрывают Эхо Москвы, да, всегда был вечный вопрос в российском обществе. и там разные были ответы, но один из критериев, как раз говорили, сами слушают. Сами слушают, да, я всегда задался этим же вопросом, и получал такой ответ, что как бы, ну, много вреда не доделает, потому что, ну, Эхо Москвы все-таки, там, Хабаровский вот особо не... Слушай, это такая прослойка, от которой Кремлю не холодно, не жарко, да, а тем не менее есть вот какая-то еще объективная информация. Я вам могу сказать, там выработали такие три критерия, по которым не закрывали их Москвы. Значит, это вот в том числе по поводу влияния. Влияние, но это, как-то было сформулировано, неэлекторальный ресурс. Неэлекторальный ресурс, да. Как там журналы GQ, там, или Esquire, такие дорогие столичные журналы. Да, а тогда у главы власти было главное это выборы, да, вот это пиар, выборы, там, чтобы там Путин набрал 72 процента, а не 71 там и так далее, да. Значит, это неэлекторальный ресурс, сами слушают, ну и такая еще международная, значит, вот видите, Виталий, как логически все это объясняется, тогда и Ютуб, и зрители Ютуба тоже не были по сравнению с телевидением, федеральным каналом и тем электоральным ресурсом. Сейчас в условиях того, что ничего кроме пропаганды оголтелой и галимой нет на федеральных каналах, Ютуб становится тем электоральным ресурсом, потому что людям нужна более-менее нормальная информация. Почему и разговоры о потенциальном закрытии? Электоральный, да, он неприятен становится, он подогревает настроение. анти... Мы с вами, вот видите, чему свидетельствуют. Конечно, антипутинские настроения, конечно, он подогревает, но электоральным ресурсом я тоже это не назвал бы. Вообще, электоральные процессы у нас, по-моему, уже полностью поставлены под контроль, и там мало что, мало что может сделать, что Ютуб, что Эхо Москвы, что мы с вами... Разговор от Эхо Москвы, ваш бывший коллега по Эхо Москвы, вот, Матвей Гонопольский сидит, уже поджимает, он будет следующим ведущим, поэтому я буду с вами уже прощаться. Спасибо большое, друзья, с нами был Виталий Дымарский, журналист. Спасибо, Виталий. Спасибо вам большое и большой привет, Матвей. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok